вот смотрите как я сделаю я думал сначала допустим дубовой насадочкой подбивать да но я боюсь если я буду подбивать я могу здесь здесь уже и так ну выгибалась что-то видать удары были да но я сделаю вот так смотрите показываю я возьму пассатижами через плотную ткань я его согнул пить она не ровно да ничего страшного я потом через насадку вам покажу я выравниваю все эти так сказать неровности недочеты но удобно работать конечно на весу до когда у вас инструмент не в руках и как-то но это когда именно он на весу ничего вам не мешает приятно стоять и работать так что вот как то так тоже рекомендую если кто занимается будем так говорить на профессиональном уровне вот сделать такой станочек очень удобно хорошо возвращаемся опять все сейчас я ставлю насадку и колодец развальцую вот у нас виде такой неровненький вышел колодец но по крайней мере оттуда я уже выгнул у нас уже должно быть окружность одинаковая все делаю развальцовку вставляю а Субтитры сделал DimaTorzok Все, можете увидеть Все, уже нету яйца подобного Все уже нормально, все Так, теперь здесь завалена вот эта стойка Она завалена в середину Пальцем ощущается, как такой провал Сейчас его выровняем Сейчас я поставлю другую насадку Покажу вам два способа, как можно поднять Вот эту штуку Значит, можно Через вот эту насадку Вставляем Вот у нас шарик И вот нам надо вот эту поднять И Мы можем Нажимая Да, и она у нас поднимется И есть еще один способ Так Вот такой насадкой Вот такая насадка Баек Бьется Вот сюда Мы зажимаем И Вот мы его уже подняли Вот таких два способа Можно как шариком И можно вот такую Ну, такую штуку я покупал на Алиэспресс Вот Здесь видите, как сделаны Подпас Вот И идет набор такой Там пружинка идет Ну, пружинка неудобно работать И много таких присосок Присоски Они через пистолет Вот этот Нагревательный И его можно, допустим Если Ну, особенно Дорогие Саксофоны И Лак Все И Человек не хочет, чтобы где-то Куда-то что-то всовывали Можно вот этим вот Присосочкой И его щелк И все вытягивает Это даже есть на ютюбе Показано, как делают на машинах Вот Потому если На машине можно сделать На саксофоне Тоже можно сделать Я видел На ютюбе, кстати Тоже есть саксофоны Как именно вытягивают Вот этими штуками Но Суть не в этом Мы идем дальше Пошагово Хорошо Этот мы сделали Сейчас мы пройдемся По саксофону То, что можно сделать И потом Потихонечку Я буду его собирать Какие есть клапана Все то, что есть Я буду его собирать Надо посмотреть Чего не хватает И потом уже Отталкиваться дальше Уже По запчастям Уже Какие что находить Или же, допустим Что-то вытачивать У токаря Ну В общем Еще надо Раз труб Выровнять Нашел с чего Буду делать Спицы Вот электроды Вот такие Сварочные Троечка Вот с них Я и буду делать Здесь Предостаточно Их Они В принципе Длина позволяет Чтобы сделать Спицу И даже Отрезать Так что Здесь В принципе Легко И выбивается То, что на нем Есть Вот К примеру Возьмем Электрод Все Сейчас Наждачной бумагой Сошлифую Так Сейчас Сошлифую Остатки Которые Остались На Электроде Я беру Так Абразив Где-то 60 Вот такой Так Вот смотрите В принципе Вышла Приемлемая Спица Здесь Идет Троечка Ну Сейчас Будем Точить На точилочке Сейчас Покажу Как я Это Делаю Вот смотрите Уже Подогнанная Видите Вращается И Ту Которую Я начал Да Вот смотрите Она Она Просто Не влезает Она 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 Вообще Не Влезала Это Я Уже Сот Снял Сейчас Я покажу Как я Делаю Вот смотрите В Перчатках Обязательно Значит Я Зажимаю Здесь И Здесь И буду Начинать Где-то Вот От края Несколько Сантиметров И За Один Проход Стараться Вот Один Проход Раз Потом Я Немножко Подкручиваю Буквально Наверное Ну Я Так Думаю Миллиметр Я Где-то Подкручиваю И Вот Так Прохожу Все Сейчас Увидите Как Антимпер Прохож Уж Теп Х Ф Ф Ф итак теперь мне нужно ее вот этой угловой машинкой пройтись опять же я буду потихоньку подкручивать шлифую и подключим все делаю одинаково с обоих сторон до прошелся круг 2 а перевернул опять круг 2 где-то если не ровно теперь пробую вот смотрите видите она уже зашла перед этим она не заходила видите где-то за каждый раз я снимаю где-то ну наверное ну почти 0 5 сотых где-то так так пробую с другой стороны с другой стороны немножко хуже да вот смотрите тоже интересный факт значит с этой стороны лучше заходит значит я на следующий раз сейчас буду опять проходить я больше уделяю внимание вот этой части да и больше буду сошлифовывать ну поэтапно дальше я уже не буду показывать вам как я опять я опять же ту же самую манипуляцию буду проходить я просто вам уже покажу уже итог уже когда уже будет нарезана резьба когда они уже будут порезаны и одну это все в процессе буду показывать на одном клапане выход видите вот сейчас я буду выравнивать я вам покажу как я которая заготавливал до спицы шпильки я немножко ведь ее под конусом сделал и сейчас покажу как вот выравнивается легко не надо никакими пассатижами ничего здесь работать просто берется вставляется шпилька и потихонечку видите теперь дальше и теперь можно пассатижами немножко обжать ну практически практически готова немножко сейчас подровняю шпилька должна если мы подогнали шпилька должна сама высовываться на и у нас еще ведь она у нас плохо высовывается хочется чтобы она легко высовывалась надо так подогнать чтобы она просто свободно хотела немножко здесь наливаем масло не на сухую а как бы его не прокатать нужно немножко видите сколько всякой черноты и гадости так и сейчас проверим свободно ли она входит свободно входит и выходит все это то что нам нужно было так теперь пробуем вот на этой шпильке все ветер подобно на подобного хорошо так вот я хочу показать сейчас вам как я сейчас буду клапан клапан опустить ниже да и по плоскости колодца чтобы он был горизонтален да я вам сейчас покажу как это делается я вынимаю шпильку я вынимаю шпильку вот смотрите если мы хотим чтобы колодцу прилегал до близко то нам надо вот эту часть вот эту поднять немножко вверх вот так но так чтобы не лопло здесь не переусердствовать мы берем как обычно плотную ткань зажимаем чтоб следов не оставалось и теперь так же само обхватываем и нам надо немножко его выгнуть вот туда так вероятен Продолжение следует... Видите, да? Разница. Ну, как по мне, все, можно так и оставить. Потому что, ну, я не знаю, какое состояние было саксофона до, потому что здесь получалось, я еще выгибал вот эти все стойки, влево-вправо регулировал, потому что клапана, они просто не входили, да? Вот. Ну, идем дальше, все, будем смотреть дальше. Шпильки, как вы обратили внимание, да? Вот смотрите, это те шпильки, которые я заготавливал. Здесь резьба еще не нарезана, я еще не нарезал резьбу. Они отполированы, все, и все, они уже работают, уже эти шпильки, уже 2,7 миллиметра, как нам надо было. Все отшлифовано. Здесь еще нету под отвертку, так же само будет еще нарезаться, но оно сейчас нам будет мешать, потому что мы сейчас подгоняем клапана. А потом уже будет уже нарезка уже.